Музыка без границ Дирижировал Бруно его друг, музыкант Московской консерватории Александр Цалюк. Несколько лет назад они вместе выступали с неаполитанским оркестром. Играть музыку все равно, что заниматься любовью. Это всегда великолепно. Трудно, поймав это ощущение, удержать его. Приходится работать в разных условиях, но каждый раз, находясь в поисках, я открываю для себя все новые ощущения. В первом отделении звучали джазовые импровизации Вячеслава Текучева. Некогда Вячеслав выступал с оркестром Лундстрома и российским певцом Сергеем Пенкиным. Джазовые и классические композиции Вебера, Безе, Дворжика сменяли русские народные эстрадные песни в исполнении солистов Юрия Антонова, Татьяны Кармалеевой, Марии Чудовской и Светланы Артемьевой. Овации не раз сорвал тенор муниципального оркестра Андрей Формазов. Посвящение Карузо солиста Савы Тихонова в зале подхватили итальянские гости. Сегодня необычная программа, потому что Владислав Трофимович решил соединить звучание оркестра, классическую музыку и силами джазового оркестра. Это получился новый стиль вообще получается. Наравне с именитыми музыкантами и солистами оркестра бурными аплодисментами зал провожал воспитанницу школы искусств Корпусковского Настю Колосову. В ее исполнении прозвучал концерт номер три композитора Дмитрия Ковалевского. В этом году Настя стала лауреатом и обладательницей гран-при международного конкурса имени композитора. Я уже второй раз на концерте муниципального оркестра. И в прошлый, и в этот раз меня поразили прекрасные женские и мужские голоса и великолепное исполнение партии музыкантами. Очень-очень хорошо. Хорошая программа. Просто вся делегация, все очень довольны. На будущий год, в год празднования в Италии двухсотлетия композитора Джузеппе Верди, в планах администрации Терачино организовать в городах-побережье совместные выступления с музыкантами и солистами Сергея Посадского муниципального оркестра. Александра Караваева, Антон Каврижных. Программа События.